Друзья, всем привет! Новости канала! Так, в общем, белый автобус собран. Серии, которые все просили по ремонту, как мы купили, все выложено на канале. Посмотрите, предыдущих есть. Про Альфа-Ромео хотелось бы рассказать. До Нового года мы не успели ее запустить. Мы успели собрать двигатель, установить его на машину, соединить вместе с коробкой, разобраться, какие куда подсоединяются провода, штыки, рашланчики. Конечно, остались еще вопросы, но в целом более-менее уже понятно, что откуда. Единственным минусом стало для нас то, что мы в мастерской собрали этот двигатель полностью в сборе, красивый, нарядный, с впуском, с вот этим вот. Но когда приехали на установку, на парковку, где стоит машина, мы поняли, что все в сборе не засунуть под капот. Но когда мы все это дело разобрали и засунули мотор под капот, мы увидели свою ошибку. Засовывать мотор нужно было снизу, а мы засунули его сверху. Ну ладно, не кидайте сильно нас тухлыми пирожками. Самое главное, что мотор установлен, все подушки прикручены. После Нового года, 3-го числа, мы приступаем к сборке всего навесного оборудования. А сейчас мы закрываем капот. Давай, Лех, закроем? Торжественно закрываем капот. Да, торжественно мы ее отправляем на новогодние праздники. Машина очень долго стояла, ждала мотор. Сколько? Ну, недели две, наверное, было потрачено вместе с закупкой, с ожиданием запчастей. Леха, мастер спорта по вырубанию прокладок. То есть, то большое количество прокладок, которые там должны были изготовлены из паранита, мы изготовили... Ну, не мы, Леха изготовил. У него есть набор для выкладки, для вырубания, для вырезания. Как-нибудь снимем серию про вырубание прокладки. И, в общем, хорошие, качественные, из хорошего качественного паранита сделанные прокладки. А, естественно, под головки блока цилиндров прокладки поставились оригинальные. Об этом всем будет полноценная серия. Материалы у нас сняты уже порядка 3,5 часа. В районе 62 гигабайт. Из всего этого барахла я уже собрал серию длиной порядка 32 минуты. И к этой серии добавится еще вот то, что сейчас происходит. В целом, одна серия должна рассказать вам о том, как мы купили, как мы притащили на трассу эту машину, как мы перебрали движок, с какими столкнулись с проблемами. Примерная стоимость запчастей, потому что мы не записывали. Будет на вскидку там указано. Ну, плюс-минус там 1000 рублей, не особо страшно. И в одной же серии сразу будет запуск тест-драйв. И потом будет вторая серия про обзор этой машины, когда она помоется, почистится. Будет установлено стекло. Здесь не хватает водительского стекла. Оно уже куплено. Вот, видите, нет стекла. И оно куплено. На заднем сиденье лежит. В общем, две серии будет про Альфу. Первая – покупка, техничка и тест-драйв. А вторая – обзор и тест-драйв. Ну, возможно, померяем разгон до сотки. Но это не точно, потому что нет у меня прибора, которым нормально мерить. А на телефон это не очень хорошо и точно получается. В общем, Альфа-Ромео преображается. Потихоньку то, что мы находили в багажнике запчасти от внешки, мы их устанавливали. Вот, например, спойлер задний. Антикрыло. Смотрится он достаточно бодренько так. И это сток. То есть, как бы, это не какое-то там Алиэкспресс-купленное крыло. Это хорошее толстое прорезиненное крыло. У меня когда была BMW в 21-м кузове, тройка, у нее сзади тоже такой плотный, толстый был спойлер. В целом, по трассе, наверное, он работал, потому что это не для красоты, я так думаю. Очень хочется прокатнуться уже на этой машинке. Поэтому все эмоции, впечатления, информацию про машину будет в следующих сериях, чуть позже, после Нового года. Подписывайтесь, не пропускайте. С вами Дмитрий ФМ, мастерская Free Motors. Ссылку на канал мастерская Free Motors Лехе оставлю в описании. Переходите, смотрите, он занимается ремонтом лодочных моторов. Ну и сейчас, в последнее время, у него появляются вот такие интересные моторы, как Альф Ромео, дизельные моторы. В целом, мастерская по ремонту двигателей. Всех с наступающим! Всех с Новым годом! Хорошего праздника! Пока!